274 первичных и одно местное отделение движения первых открыты в Самаре на сегодняшний день. В будущем местные отделения будут работать в каждом районе. Об этом рассказали на заседании Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи движения первых, которое прошло в Самаре под председательством главы города Елены Лапушкиной. Отделения движения базируются в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики. Ученица 11 класса 124-й Самарской школы участие в движении первых помогло определиться с выбором профессии. В начальной школе ты только себя начинаешь раскрывать, а сейчас как раз-таки многие направления движения первых и активности, которые проходят, в них как раз-таки вовлекаются и ребята как дошкольного возраста, так и начальных классов, и они уже зарабатывают важные компетенции, которые им помогут адаптироваться как и в средних классах, то есть помочь с учебой и уже воспитывать их патриотическое отношение к родине. Сегодня возрастные рамки членства в движении первых расширяются. Отделения открываются при вузах и СУЗах. Есть опыт открытия отделения в детском саду. По мнению активистов, раннее знакомство с движением первых позволит быстрее социализироваться и плавно пройти все ступени обучения вплоть до выхода на работу. Здесь приучают к труду, воспитывают ответственность, гражданскую позицию, формируют полезные навыки и компетенции. Это будущее с оглядкой на прошлое, рассказывает председатель Совета местного отделения движения первых Сергей Пушняк. Мы взяли лучшие практики, которые были, и не скрываем этого, что мы, скажем, очень похожи с пионерами, которые были раньше. Мы добавили в современное движение новые подходы, новые педагогические какие-то истории и добавили их в работу. Глава города Елена Лапушкина отметила роль движения первых в разностороннем развитии личности. Это вклад в будущее страны. Особое внимание глава обратила на важность патриотического воспитания подрастающего поколения. В очень непростое время мы с вами живем, и сейчас очень важно объединяться, объединяться общими идеями, объединяться общими движениями. И, конечно, президент об этом неоднократно говорил. Наша любовь к родине, наш патриотизм является той объединяющей идеей. Поэтому в рамках своей работы очень прошу это не забывать и делать все-таки это в таким приоритетном направлении. По словам председателя Совета регионального отделения движения первых, благодаря конструктивному диалогу городских властей с активной молодежью, Самарское движение отметили на федеральном уровне. Безусловно, благодаря такой поддержке у нас местное отделение Самары является одним из самых активных передовых на федеральном уровне. И, безусловно, это заслуга всех, кто здесь присутствует. На заседании Координационного совета прозвучали и предложения по совершенствованию работы Самарского отделения движения первых. Одно из них – больше помогать тем, кто в силу внутренних или внешних факторов не способен вести активный образ жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, отношения в семье или просто застенчивость. Абсолютно точно их надо вовлекать, завлекать. И я бы очень хотела, чтобы в дальнейшем при наших встречах мы особое внимание этим детям уделяли, потому что, еще раз скажу, что работать с активными просто, а работать с детьми, которые требуют особого внимания, на это, конечно, надо обратить внимание. Для развития движения первых в Самарском регионе уже на этой неделе открывают свою работу профильные смены в детском центре «Лесная сказка» для участников от 10 до 17 лет. Более 1200 детей оздоровятся и при этом познакомятся с флагманскими проектами. Также в Самарском отделении движения анонсировали профильную смену на Всероссийском форуме «Иволга», которая пройдет в июле. Галина Топилина, Константин Головин. События.